Дело в том, что когда изначально решался вопрос, кому же мы будем все-таки предоставлять меры социальной поддержки, было принято решение, что это будет сам мобилизованный. Почему? Потому что ситуации в семьях разные. У кого-то семьи есть, у кого-то нет. Кто-то живет в семье, кто-то не живет в семье. Если же мы сейчас говорим о расширении перечня мер социальной поддержки, которые будут предоставляться семьям мобилизованных, то у нас также есть поручение губернатора о том, что мы должны предоставить бесплатное обслуживание социальное членам семей мобилизованных, соответственно, тех, кто нуждается в социальном обслуживании. И я знаю о том, что есть поручение, что дети военнослужащих, которые посещают дошкольные образовательные организации, им будет производиться стопроцентная компенсация части родительской платы, которая за детский сад предусмотрена. Кроме того, мы сегодня подготовили проект закона, тоже в соответствии с поручением Владимира Владимировича о том, чтобы жене военнослужащего, которая была беременна, которая родит ребенка в период его мобилизации, мы будем предоставлять единовременную выплату. Размер ее пока не определен точно, поэтому я о ней говорить не буду, не буду о нем говорить об этом размере. Но то, что такая выплата будет, это однозначно.